Доброе утро, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала! Сегодня 28 ноября, а цветы в моем саду продолжают радовать меня и вас, мои дорогие зрители. Срезала сегодня розы, но они не последние. Еще полно цветков и бутонов. Так что вот так вот здорово жить в теплом кремате. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Сегодня я хотела рассказать вам о своей страсти к переездам и о том, как я стала риэлтором. Мое детство прошло в квартире на проспекте Ветеранов, дом 105. В соседнем доме жил мой одноклассник Илья Кнебенгов. Вы, наверное, его знаете. Лидер группы «Пилот». Через дом жила семья Виктора Цоя. Моя мама дружила с его мамой, но лично я с ним не общалась. Только на концертах. Разница в возрасте 10 лет давала о себе знать. Район Ульянка. Такой вот интересный район. Мы прожили там все мое детство, юность. И когда я наблюдала, как в других семьях случались переезды из одной квартиры в другую, мне все время думалось, что как здорово было бы переехать. Но почему мы все время живем в одной и той же квартире? Ну, это так скучно и неинтересно. Я так хотела все время переехать. И в итоге, когда мне исполнилось 18 лет, мы переехали с родителями. Мы разменяли нашу трехкомнатную квартиру в кирпичном доме. И выделили квартиру сестре, а сами переехали в двухкомнатную квартиру на улице Подвойского, Невский район. Вот. Прожили там какое-то время. Дело в том, что я родилась и выросла в Питере, но каждое лето я проводила на даче. Это было с детства. То есть у нас был дачный домик, где наша семья жила летом. И я очень любила дачную жизнь. Я очень любила природу, цветочки, грибочки, костры. Жигла с самого маленького возраста. Мне кажется, лет с пяти. Родители, конечно, об этом не знали. Вот. Это все мне было очень под душу и с грустью. Каждый август я возвращалась домой, чтобы идти в садик, в школу. Ну, вот так вот. Значит, переехали мы в квартиру на Подвойского. Дальше прожили в этой квартире какое-то время. И дальше я опять переехала в другую квартиру. Я уже стала взрослой, была замужем. Мы переехали в квартиру на Ладожской. По стечению обстоятельств прожили мы там какое-то время. Привели квартиру в порядок. И переехали дальше, в следующую нашу квартиру. За это время папина дача, на которой я провела детство и юность, папа уже был в возрасте. У нас в семье четверо детей. И я понимала, что если дача понаследству и достанется, то не мне, а нас четверо. Поэтому решила, что... Я очень любила этот домик. И поэтому решила, что будет правильно, если я начну строить... Если я приобрету себе свою личную дачу, чтобы уже знать, что она моя, чтобы ухаживать за ней, чтобы вкладывать туда деньги. Вот. И поэтому я купила участок. 21 сотка. В Ленобласти. Порядка 80 километров от города. Волховский район. Такая деревня Чажешна. Участок, граничащий с лесом. На участке была великолепная русская баня. И стал стенок прервил сантиметров. Это к 30 новая. И на участке стояло два хилых таких домика. Также на участке был фундамент 8 на 8 лента. Мы прожили на этой даче ровно год. Почему продали? Потому что жить там было невозможно. Мы не жили, а все время махали руками. Комаров, мышкары, всяких летающих кровососущих насекомых было очень много. То есть место для отдыха это нельзя было назвать. Это можно было назвать местом для махания руками. Мой папа приезжал ко мне на эту дачу. Уехал весь искусственный. Говорит, я все две недели, что прожил у Риты, махал руками, потому что комары не давали ни минуты покоя. Продали мы эту дачу. Я вернулась к папе. Но в голове у меня было то, что дача-то мне нужна, своя собственная. Я же уже взрослая, большая девочка, у меня семья. И я поговорила с председателем садоводства, где находилась наша дача, и сказала, никто ли тут не продает ничего. И он мне сказал, что да, есть такой домик, что он продается. И связал меня с владельцем домика. Этот домик был по диагонали от моего папы. И я купила его по очень хорошей цене. Это была очень выгодная покупка за очень хорошие деньги. Очень дешево. Я купила этот домик. Стала его облагораживать. Мы стали с моей семьей жить в этом домике. И, в общем-то, я была довольна. Наконец-то у меня свой домик. Наконец-то я сама там хозяйка. Пожили мы там какое-то время, наверное, года три. И обстоятельства сложились таким образом, что я решила продать этот домик. Не буду говорить, какие обстоятельства, это не важно. Суть в том, что я решила его продать. Таким образом, этот домик я очень удачно продала рядом с папой. Папой уже к тому времени не стало. И купила себе участок в Борисовой гриле. Участок в Борисовой гриле, это были джунгли. Это были джунгли, джунгли. И я очень быстро наняла рабочих, которые расчистили эти джунгли. И построила там очень быстро. Приехали ребята с Новгорода. Большие умельцы, золотые ручки и сруб они мне сложили в течение 20 дней. Не просто сруб, а это был сруб с окнами, с дверями, крыша. Все там было. Осталось только электрику провести, септик поставить, сквашину. Вот как-то так. Пока строился один домик, другой, я опять продала квартиру. Купила квартиру побольше. За все это время я абсолютно очевидно поняла, как происходят сделки купли-продажи, поскольку их в моей жизни было много. И уже знала об этом очень хорошо. И уже давала рекомендации, помогала своим знакомым, близким, друзьям совершать сделки купли-продажи недвижимости. И вот как-то раз, в очередной раз я решила продать свою квартиру и купить другую побольше. Другую квартиру побольше собственник продавал через агентство недвижимости. На протяжении всего этого времени я занималась торговлей. У меня в Санкт-Петербурге были магазинчики одежды. Были магазины одежды. А недвижимость это как хобби. Итак, я покупала квартиру у продавца, который продавал свою квартиру через крупное агентство Санкт-Петербурга. Я пришла в это агентство, чтобы подписать договор. И большими буквами было написано «Требуется на работу». Это было очень красивое агентство в центре города. Торговля к тому времени, как-то я подустала от нее, и мне захотелось чего-то нового. И я решила, а что бы мне не пойти в это агентство? Я ведь все знаю, как происходят сделки, все умею. А что бы мне себя не попробовать в работе с недвижимостью? И было свободное время, и я пришла в это агентство. Я стала там работать одновременно, походила с удовольствием на семинары. Вот что я хочу сказать. Я знала, как продается вторичное жилье, но я совершенно ничего не знала о новостройках. То есть я не знала характеристики застройщиков, я не знала, какие типа договоров могут быть при приобретении жилья в новостройке. Много чего я не знала. В итоге я походила на семинары, очень полезная информация. Узнала очень много, узнала все типы договоров, которые можно использовать при покупке жилья в новострое на разном этапе строительства домов. Узнала застройщиков, характеристику каждого по Санкт-Петербургу. И получила аккредитацию в департаменте новостроек Санкт-Петербурга. Таким образом я могла со своего ноутбука забронировать любую квартиру в строящемся доме для любого своего клиента. Когда я начала работать в агентстве, я подошла к этому делу творчески, с интересом. Мне нравилась эта работа. И за короткий период времени я показала очень хорошие результаты в агентстве по продажам, по приобретению недвижимости. И, конечно, меня поздравляли, мне вручали ценные призы. Что было очень приятно. Получила большой опыт, провела много сделок. У меня много было довольных клиентов. И есть до сих пор, я надеюсь. Поэтому вот так я стала риэлтором. Далее. Ко мне обращались клиенты. И в дальнейшем. И я всегда им предлагала. Как вам, как вы хотите оформить сделку. Мы можем ее оформить через агентство. Пожалуйста. Это будет стоить несколько дороже. Или, если вы мне доверяете, мы можем вашу сделку провести. И, если вы мне доверяете, мы можем вашу сделку провести без агентства, через меня лично. Вот. Ну, кто-то хотел через агентство, пожалуйста. Кто-то хотел через меня лично, пожалуйста. Это было по желанию моего клиента. Вот. Но, тем не менее, я работала с... Но, так или иначе, я работала с недвижимостью. Мои магазины одежды продолжали функционировать. И, перебравшись сюда, в Краснодарский край, я стала заниматься тем, что я умею делать. То есть, я также открыла сразу же магазин. Довольно крупный магазин одежды. И после того, как я наладила работу магазина, я опять стала заниматься то... Я опять стала заниматься тем, что я умею делать. Я стала заниматься недвижимостью. Ну, вот как-то так. Что касается моего переезда на юг. Недавно я смотрела старые фотографии и увидела фотографию своего сына на фоне такой коврик деревенский, наверное, 19 века еще. Он из старой квартиры моей, старые родственницы, которые нет в живых. И он у меня висел на даче. И когда я была совсем молоденькой девушкой, когда я засыпала, я все время разглядывала этот коврик. И на коврике были изображены горы, река и домик. И я всегда думала, боже, как бы я хотела жить в таком месте. Горы, лес, река и домик. И вот все детство, юность, а потом уже родились дети. И вот этот коврик все меня сопровождало. Я каждый раз перед сном думала, как бы здорово было жить в горах. Ну, вот так вот я переехала в теплые края. Хотя живу не в горах пока еще. Хотя живу не рядом с речкой. Ну, вот не совсем вот так вот вблизи. Но все это рядом со мной. То есть я могу сесть на машину, немножечко проехать и оказаться в тех местах. В моих предыдущих видео я показывала, какие здесь красивые места. И горы, и реки, и леса. Конечно, здесь просто чудесно, во истину. Вот. Ну, вот так вот я стала риэлтором. Ну, что, друзья, поэтому, если кому-то нужна помощь в приобретении недвижимости, здесь, в Краснодарском крае, в городе Белореченск, я к вашим услугам. Обращайтесь. Задавайте свои вопросы, пишите, звоните. Все мои контакты есть в описании видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. С вами я, Рита Сусло. Хорошего дня всем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok